Добрый вечер! Вы смотрите программу событий. Сегодня в выпуске. На вопросы журналистов о будущем малых городов ответил заместитель главы администрации области. В Спартакеаду тружеников села завершили состязания по баскетболу и шашкам. А теперь на эти темы подробнее. В Гомеле прошла пресс-конференция заместителя председателя обл. полкома Болеслава Перштука для представителей региональной прессы. В ее ходе заместитель главы областной администрации рассказал об итогах и основных направлениях реализации программы развития малых городов, ответил на вопросы журналистов. Одна из главных проблем малых городов – незанятость населения, и основной упор в программе их развития сделан на создание новых рабочих мест, отметил Болеслав Казимирович. За пять лет в Гомельской области планируется создать более 13,5 тысяч рабочих мест. Возможным это станет благодаря инвестициям в развитие производства. В планах реализация в регионе 40 инвестиционных проектов на общую сумму 367 миллиардов рублей. В основном это привлеченные и заемные средства. Наиболее крупные и значимые, которые, на наш взгляд, будут позволить уже иметь экономический эффект в самое ближайшее время, это, как председательное обществом, было стекло. Организация производства листового стекла мощностью 450 тонн стекла в сутки. Сумма инвестиций 140 миллиардов рублей, и будет создано 330 новых рабочих мест. Появятся новые рабочие места и в связи с реализацией в регионе программы развития малой энергетики и использования альтернативных источников. В ближайшее время начнется строительство нескольких мини-ТЭЦ в разных районах Гомельщины. Работать они будут на местных видах топлива. Например, общество «Дополнительная ответственность» от лица МЦК «Форум ресурс» город Гомель открыл в Организском районе церкви производства на высокотехнологическом уровне топливных брикетов из отходов гребесины. Едемесячно будет выпускаться порядка 200 тонн конкретно способной продукции из 114-го рабочих мест. За программу развития малых городов в правительстве отвечает вице-премьер Владимир Семашко. Он принял участие в посещении 40 предприятий и организаций Гомельщины, расположенных в малых городах. Ситуация рассматривалась детально. После этого посещения многим предприятиям обещано выделение средств из инвестиционного фонда на техническое перевооружение. В их числе «Речица-древ», отметил Болеслав Верштук. Несколько лет назад попытались установить котел на ОПГЗ, когда приезжал Семашко. На вопрос о строительстве мини-тез в «Речице» с использованием в качестве топлива лигнина, зампредседателя ответил, что этот вопрос на контроле и не только в облсполкоме. То, что делать пытались на гидролизном заводе, это несколько упрощенная была схема. И поэтому КПД этих котлов был очень слабым. Там не было предварительной подготовки. У этого сырья топлива не было фильтрации, не было сортировки, не было подсушки. Дополнительно, как это сделано в оборужской ТЭПС. Теперь по оценке ведутся не только те залежи, которые тут рядом находятся с заводом, но и тот карьер, который там бесхозный и так далее. Идет огромная борьба за это топливо. Томси на экспорт готовы продавать, но, знаете, наверное, продавать это в последнем стоит. Когда оно нашло применение у себя, то, безусловно, оно будет принято. Прежде всего, для наших внутренних целей. Поэтому теперь считают эти схемы, просчитывают еще раз тепловую схему. По городу речится по микрорайонам, там идет вычленение. Но, вы понимаете, наладкой все это должно быть определенное время на этой улице, чтобы сети были приведены в соответствии с тем мощностям, которые будут созданы. Болеслав Казимирович отметил также, что программа развития малых городов, принятая в 2006 и рассчитанная до 2010 года, не догма. В 2008-м в Гомельской области, скорее всего, будут поставлены более напряженные задачи, в том числе по инвестициям и более эффективному использованию имущества. В речи цена одну аптеку стало больше. После реконструкции и ремонта помещения, аптека номер 14 по улице Советская, 37, работает круглосуточно. Негосударственный оператор в области торговли медикаментами Белфарм, старейший в Беларуси. Это совместное белорусско-немецкое предприятие работает в Речице с 1995 года. Теперь, после ремонта, аптека Белфарм вновь открыта. В ней речичане могут приобрести весь спектр лекарств, которые зарегистрированы в Республике Беларусь, причем производство различных стран. Цены на некоторые препараты дешевле, чем в других аптеках, благодаря тому, что фирма Белфарм работает с поставщиками напрямую, без посредников. Кроме лекарств, в продаже – витамины, сборы трав, средства по уходу за полостью рта, волосами, кожей. Косметические средства представлены такими странами, как Беларусь, Россия, Словения, Германия, Франция. В отличие от многих компаний, наша фирма непосредственно покупает у производителей. И мы, благодаря этому, мы, естественно, контролируем и качество препаратов, и когда покупаются в нашей аптеке, то каждый избегает возможности покупки подделок. Первому покупателю, а им оказался главный врач учреждения здравоохранения Центральная районная больница Владимир Лазаревич, подарок. Впрочем, подарки достались и всем первым ста покупателям. Сертификат на получение 5-процентной скидки на все косметические и гигиенические средства. Также в настоящее время в аптеке номер 14 действуют рождественские скидки. До 7 января здесь можно приобрести продукцию самых знаменитых компаний на 10% дешевле. Очень хорошее первое впечатление. Я очень доволен и рад тому, что в Речице открылось такое заведение, такое учреждение, вернее, как круглосуточная аптека. Я думаю, что все наше население этого давно ждало. Наконец-то это наступило, этот момент. Я думаю, что Речице становится в рад цивилизованных городов, которые имеют возможность оказания круглосуточной фармацевтической помощи. Я считаю, что это очень нужно и своевременно сделано, потому что довольно часто люди нуждаются в приобретении какого-то лекарства. Ночные, выходные, праздничные дни. А в нашем городе, к сожалению, не было такой возможности. Сейчас такая возможность будет. Аптека номер 14 по улице Советская, 37, работает круглосуточно. В ночное время в дежурном режиме. Завершилось первенство района по баскетболу среди коллективов сельскохозяйственных предприятий района в зачет круглогодичной спартакиады. Наша съемочная группа наблюдала за ходом состязаний. В минувшие выходные в спортивном комплексе «Гармония» состояли соревнования по баскетболу среди коллективов сельскохозяйственных предприятий. 13 команд претендовали на звание победителя. Баскетбол игра командная, причем всегда проходит интересно, с большим накалом и яркими баталиями. Все участники тренировались предварительно, серьезно подошли к игре. Команды «Ксуб Демихи» и предприятия «Рещица Аграхим Сервис» вышли на площадку первыми. Игра проходила напряженно, никто из соперников не хотел уступать. В результате команда «Рещица Аграхим Сервис» с небольшим отрывом вышла вперед. Мы к игре готовимся. Ребята частенько приходят на тренировки по вечерам, каждый вечер почти тренируем, готовимся к игре. Соперник был серьезный, игра серьезная. Результатом мы, конечно, не очень довольны, потому что мы проиграли на два очка. Дело в том, что был большой провал в защите в первом тайме, и после этого мы не смогли набрать уже данное количество очков для победы. Ну, так, в принципе, команда была, соперники сильные, играли они, конечно, достойно, но игра была хорошая. Лучше всех на площадке показала команда СПК «Червоный стяг». Эта команда на протяжении последних ряда лет занимает призывы места в соревнованиях по баскетболу, поэтому у них есть потенциал, есть, как говорится, наигранные комбинации, связки, и как результат первое место в этих соревнованиях. Второе место заняла команда предприятия «Речица Агрохимсервис», третья команда открытого акционерного общества «Речицкий комбинат хлебопродуктов». В зачет круглогодичной спартакиады прошло и первенство района по шашкам. Третье место у команды предприятия «Речица Агрохимсервис», второе заняла команда «Ксубдимихи», лидер состязаний, причем уже на протяжении 10 лет, команда сельскохозяйственного предприятия «Чароводный стяг». «Не одним хлебом насущным жив человек, поэтому вот эти мероприятия, которые проходят в рамках круглогодичной спартакиады, они сплачивают коллектив, отвлекают от вредных привычек, и как результат бодрость, здоровье и внимание со стороны коллектива к этим вот спортсменам». Состязания по шашкам и баскетболу стали заключительными в зачет круглогодичной спартакиады Труженьков-села. В настоящее время судейская коллегия подводит итоги. Победитель определится в последних числах декабря. Это был последний сюжет нашей программы. Впереди вас ждет прогноз погоды. Я с вами попрощаюсь. Всего вам доброго до пятницы. Спонсор прогноза погоды – парикмахерская «Инни». Атрис – улица Конева, 17. Прогноз погоды ближайшие два суток ожидается 18 декабря. Облачно, ночью местами небольшие осадки, преимущественно мокрый снег, дождь. Днем преимущественно без осадка. В отдельных районах слабый туман, гололед. Местами на дорогах гололедится. Ветер северо-западный – 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью от нуля до минус пяти, днем от трех мороза до двух тепла. 19 декабря ожидается облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Местами туман, слабый гололед. На дорогах гололедится ветер северо-западный – 5,10 метров в секунду. Местами порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью от четырех градусов мороза до одного градуса тепла. Днем от одного мороза до четырех тепла. Редактор субтитров А.Семкин